Всем привет! Мы продолжаем рубрику футбольных профессий, и сегодня у нас крайне интересная тема. Футбольная медицина и всё, что с ней связано. Окунёмся в профессию футбольного врача, а в конце пройдёмся по самым жёстким травмам в футбольной истории. Поехали! Итак, для врача клуба самое главное — здоровье игроков. Помимо восстановления после травм, это профилактика, организация питания на выезде и сборах, функциональная диагностика, участие в тренировках. Конечно, чтобы контролировать все эти процессы, нужна солидная медицинская бригада. Один человек тут точно не справится. Главному врачу помогают помощник, один-два физиотерапевта и два-три массажиста. Работа футбольного врача объединяет в себе познания в различных областях медицины — травматологии и сортопедии, терапии и общей хирургии, диетологии, психологии и других. Врач находится с командой каждый день, поэтому в курсе всех травм и недомоганий у игроков. Он может выступать и в роли семейного врача у тех же футболистов, тренеров и других работников клуба. Кроме того, во многих клубах врачи отвечают за питание футболистов, определяют рацион и порядок приема пищи. Многие продукты, к примеру, свинина, майонез и сладкие газированные напитки находятся под запретом. Если игрок травмируется на поле, задача медиков — как можно скорее добраться до пострадавшего после того, как арбитр даст сигнал. Пострадавшему нужно быстро остановить кровь, если она есть, оценить состояние футболиста и унести его с поля, если есть риск ухудшения его состояния. Проще всего, если футболист получает ушиб. Их медики убирают с помощью заморозки. После игры футболист снова почувствует боль в ушибленном месте. Задача заморозки — лишь приглушить боль на время матча. Когда футболист получает травму, собирается консилиум и устанавливается диагноз. Затем разрабатывается реабилитационный протокол. Ожидаемые сроки восстановления ставится задача физиотерапевтам. И только после этого начинается процесс реабилитации. Врачи влияют на построение тренировочного процесса, пусть и непрямым образом. При участии врачей составляется план по нагрузкам для игроков, вернувшихся после травмы и находящихся в группе риска рецидива при перегрузке травмированной зоны. Таким футболистам нужно индивидуализировать нагрузку, чтобы не случилась рецидива. Один из самых интересных моментов в работе клубного врача — прохождение первого медосмотра новых игроков. В этот момент по-настоящему определяется судьба футболиста. Иногда приходится объяснять, что есть риск рецидива травмы или заболевания, рассказывает Александр Родионов, главный врач московского «Динамо». После проверки делаем доклад руководству о состоянии здоровья игрока, а они принимают решение о целесообразности приобретения этого спортсмена. У меня были такие случаи, когда из-за плохого здоровья игрок не подписывал контракт с клубом. Когда Родионов работал в Кайрате, у него и вовсе случилась одна любопытная история. Тогда к нему на медосмотр приехал Андрей Аршавин с 8 килограммами лишнего веса. Руководство рассчитало, что он сразу начнет играть. Врачи объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время. В течение четырех недель Андрей работал с врачом и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге выдал неплохую игру. Обычно медобследование длится 2-3 дня, причем у каждого клуба своя система диагностики игроков. Футболисты часто скрывают свои травмы или прочие слабые места. Если сделка проводится в последний день трансферного окна, переход в новый клуб может состояться, несмотря на отсутствие полной информации о здоровье игрока. Существует практика, когда клубным врачам помогают сторонние специалисты. Например, перед переходом в арсенал Месута Азила проверяли врачи сборной Германии. Сам игрок настоял на этом. Так что же проверяют на таких обследованиях? В первую очередь сердце. Игрока ждут МРТ-сканирование, анализ крови, сердечный скрининг, а иногда и анализ мочи, который может выявить диабет. Дальше идут слух и зрение игрока, а также состояние зубов. Следующий этап. Проверка опорно-двигательного аппарата. Футболисты выполняют ряд приседаний и прыжков, и по этим показателям врач делает вывод, сможет ли футболист выдержать футбольный сезон. Конечно, при проверке учитывается позиция игрока. Так, при диагностике вратаря большое внимание уделяется плечам, локтям, запястьям и пальцам, и даже ногтям. Ну и самое интересное. Клубные врачи в обязательном порядке выполняют вычисление процента жира у футболистов. Считается, что для профессионального футболиста этот показатель должен быть в районе 10%. У Роналду, например, он меньше 7%. Ну и, конечно же, футболистов проверяют на содержание в крови запрещенных веществ, а также проверяют игрока на ВИЧ. Основная задача всех этих манипуляций — оценить риски получения травмы. Какие же травмы чаще всего получают футболисты? По статистике, наиболее часто у футболистов страдают мышцы. На них приходится порядка трети всех повреждений. После них — спортивные грыжи. Травма задней поверхности бедра имеет очень высокую вероятность рецидива — около 35%. Также игроки получают травму передних крестообразных связок колена. Таких проблем с мышцами, наверное, ни в одном другом виде спорта нет, говорят клубные врачи. Считается, что если в команде мало бесконтактных травм, это говорит о правильной работе медицинского и тренерского состава. В отличие от грыж, переломов и травм связок, мышечное повреждение можно без особых усилий предотвратить. Для этого в каждой команде имеются массажисты. На сборах составляются специальные графики, по которым каждый футболист должен сходить на массаж в обязательном порядке. А теперь внимание! Слабонервным лучше не смотреть. Сейчас мы расскажем вам о самых страшных травмах в истории футбола, которые в очередной раз говорят о том, что эта игра не для слабаков. Джибриль Сисе был довольно травматичным футболистом и дважды ломал ноги, так что на это спокойно смотреть нельзя. В первом случае, 30 октября 2004 года, играя за Ливерпуль, он в борьбе с защитником Блэкберна Джеймсом Макивли получил открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. По признанию игрока, если бы не своевременное вмешательство, это могло бы привести к ампутации. На поле форвард вернулся в апреле 2015 года, а спустя год он вновь сломал ногу, но теперь правую. В товарищеском матче со сборной Китая накануне чемпионата мира 2006 года, уже на 10-й минуте Сисе ускорялся по правой бровке, когда бежавший рядом капитан китайцев Чжэн Чи невольно на полном ходу врезался Сисе в опорную ногу. Она неестественно выгнулась. Выглядело это невероятно жутко. Вероятно, самая ужасная травма в истории английского футбола случилась 8 апреля 1996 года в поединке Ковентри и МЮ. При подаче углового у ворот МЮ защитник Ковентри Дэвид Баст бросился замыкать дальнюю штангу, и там столкнулся с защитниками МЮ Ирвином и Маклеером. В результате нога буквально сложилась пополам, а врачи диагностировали перелом одновременно большой берцовой и малой берцовой кости. Матч был прерван на 15 минут, пока поле очищали от крови, а вратарь МЮ Петер Шмейхель после этого долго ходил к психологу. Врачи настаивали на ампутации ноги, но защитник перенес 26 операций и все-таки встал на ноги, а сейчас работает детским тренером. Рой Кин никогда не забывал прошлых обид. Самое яркое подтверждение этих слов произошло в 2001 году, когда капитан Красных Дьяволов намеренно покалечил норвежца Альфа Инге Холланда. Тем самым Кин отомстил хавбеку Мант-Сити за момент в 1997 году, когда Холланд нанес ирландцу травму, прыгнув тому в колено. «Я слишком долго ждал этого момента. Я врезал ему покрепче. Получай, гад. И больше никогда не становись у меня на пути. Если и есть вещи, о которых я жалею, то это точно не одна из них». Холланд после долгого лечения сыграл три матча и завершил карьеру, сосредоточившись на воспитании сына, который сейчас становится звездой мирового уровня. В 2006 году карьера и жизнь галкипера Челси Петра Чеха оказались под угрозой. В матче против Рейдинга в Чеха на всей скорости влетел Стивен Хант. В результате столкновения Хант коленом ударил в голову Чеха. Уже в больнице стало известно, что Петр получил вдавленный перелом черепа. На поле чешский галкипер вернулся через четыре месяца. После этого он до конца своей карьеры играл исключительно в защитном шлеме. Но, пожалуй, самый страшный случай произошел именно в российском футболе. 19 августа 2001 года во время матча Анжи-ЦСК. На 75-й минуте матча нападающий хозяев Будун Будунов откликнулся на длинную передачу от своего партнера из глубины поля. В тот же самый момент Сергей Перхун выбежал ему навстречу. Игроки столкнулись. Сергей доиграл мяч и некоторое время чувствовал себя хорошо. Но по пути в аэропорт впал в кому. В больнице наступила клиническая смерть длиною 7 минут. 29 августа он скончался. Врачи поставили диагноз «Тотальный отек головного мозга». Так что берегите себя и будьте осторожны. А на этом все. Пишите в комментариях, о каких еще футбольных профессиях вы хотели бы узнать. Ставьте лайк и бейте в колокол. Впереди еще много интересных футбольных историй. Субтитры подогнал «Симон»!